Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Популярные продукты растительного происхождения, которые люди едят по всему миру, такие как ячмень, кукуруза, фрукты и овощи, а также продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба и яйца, подвержены различным острым и хроническим стрессом. Нашествие вредителей, болезни, изменение климата, засухи и потопы, все это может сильно сказаться на урожайности в будущем. Поэтому специалисты уверены, что уже сейчас человечеству необходимо искать новые продукты питания. Личинки насекомых, мучного жука, черной львинки, комнатной мухи, могут помочь людям справиться с будущим голодом. Хорошо известно, что в насекомых содержится много белка, питательных веществ, калия, магния и в три раза больше жирных кислот, чем в лососе. В некоторых супермаркетах, даже в Европе и США, не только в Азии, можно встретить насекомых в качестве нишевой закуски, однако в будущем придется увеличить производство съедобных насекомых, чтобы смягчить последствия глобального недоедания. Безусловно, человечеству будет сложно переключиться на новую причудливую диету, поэтому ученые говорят, что этот переход должен быть постепенным. В первую очередь необходимо начать использовать новые продукты в качестве муки, например, для макарон, энергетических батончиков или булочек для гамбургеров. Так мы медленно снизим нашу зависимость от зерна. В своей статье ученые не называют приблизительной даты, когда именно человечеству придется пересмотреть свои привычки и системы земледелия. Однако авторы работы говорят, что, чем скорее мы перейдем на продукты будущего, тем безопаснее будет наш рацион, и, больше жизней мы сможем спасти от серьезного недоедания. На сегодняшний день 2 миллиарда человек испытывают нехватку продовольствия, в том числе более 690 миллионов человек недоедают и 340 миллионов детей страдают от дефицита микронутриентов. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!